И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Кузя с Волстхим, все еще заснеженный и вообще замечательный, и в общем-то мы продолжаем наше замечательное приключение, и я не знаю куда мы сейчас пойдем абсолютно, потому что практика показала, что строить какие-либо планы в этой игре дело неблагодарное и вообще бесполезное. И кстати, почему опять ночь? Пойдемте дождемся утречка. А, кстати, точно, мы вот это собирались почитать, я совсем забыла. Так, ну давай как-нибудь вот так. Я уже пересрала, если честно, я уже запугалась. У меня первая мысль, когда вот в таких играх, то есть когда в Моровинде или в Риме или в Скориме, в общем, когда ты спишь, потом просыпаешься и у тебя дневник дополнен, это обычно связано с чем-то нехорошим, например, с вампиризмом. И несмотря на то, что я сейчас понимаю, что вампиризмом как бы рядом даже нигде и не пахло, но страх есть, он автоматически приходит. Так, записка Эрны Брандру. Дорогой Брандр, я решила пройтись вдоль берегов Изилд. Река так прекрасна в это время года, тебе так не кажется? Найди меня, и мы поговорим о нашем будущем и о том, как освободиться от твоей Мегиржны. Твоя любовь, Эрна. Книга жизни и служения. Благословенные добудут костяные люди, ибо служат они в духе навеки, о своей сущности забыв. Благословенные добудут туманные люди, ибо покрывает их слава превосходящего духа. Благословенные добудут яростные люди, ибо столетиями они хранят ярость свою. Благословенные добудут повелители, ибо они изменяют прошлое и придут будущее. Летание служения. Клятва костяных людей. Мы умираем, мы молимся. Ради жизни мы служим. Голос повелителя. Вы клянетесь служить повелителю. Чё-то она какая-то еретичка. Ммм. Класс просто. У. У. И забыла про тебя. Катушечка. Она портник что-ли была? Прялка вон стоит. Ткани дофига. Ну да, что-то вроде. Ну ладно. Вдоль берега реки, да? Что-то мне подсказывает, что она не вернулась. Ну, то, что она не вернулась, это понятно, но я имею в виду, что она не вернется вообще. Ладно. Вдоль берега реки. Может, сходим поищем? Мало ли чё. Вообще, насколько я помню, в одном доме, в одном... А, я пошла отсюда. Я, пожалуй, пойду. Кстати, точно-точно я помню... Точно-точно-точно я вспомнила, да? Это входябельно. Ну-ка. Как я страдала, когда я много-много лет назад здесь бегала. То, что... А-а-а! Замок на 100! Не пройти! Не занял овощи! А щас... Ой. А щас как-то я задохнусь. Не выберусь отсюда. Шо такое? Шо тебе надо? Не разбухай. Скелетончики! Давно не видели. Мы вас. Так, а тут чё, наверху? Там, блядь. Эй. Спешу, что-то закрыто да заперто. У-у-у, боже мой. А, ну, фигня. Здравствуй, кастеряйся. Возьмём. Пять тысяч. Ну, и чё? Не, конечно, это замечательно. Я бы взяла, если бы могли где-нибудь снять и поблизости от скампа с пятью тысячами золотых в Инвендуре. Знаете, в такие моменты... Вот в такие моменты. Я радуюсь, что у нас нет сапогов, потому что они бы просто-напросто промокли бы. Ой, вонища тут какая. Мухи. Здравствуй. Мега-перчатка. Кольчужная. Тут еще золотых. Точнее, септимаф. Я не знаю, зачем я её взяла. До коллекции, наверное. Кстати. Точно-точно, этот мужик, он какой-то квестовый, но я не помню, с каким квестом он связан. Я надеюсь, он на меня не нападет, иначе всё будет очень печально. Незваный гость. Кто смеялся зайти так далеко в чертоги... чертоги... римхула? Покров горя мой, слышь... А-а-а! Покров горя! Ты посмотри! Покров горя мой, слышишь? Ты! Я нашел эту мантию, её сила теперь принадлежит мне. Хорошо, как скажешь. Ну, я только сперва со скелетами разберусь. Мы про Покров горя читали. Помните? Помните, нет? Так, подожди. Мне кажется... Какая разница, какой камень? Символ... Его, по-моему, грохнуть надо. Так, Покров горя. Ой, господи. РПГшки 2000-х годов. Посмотри, какие одеяния я теперь ношу. Когда я читал старые книги, я понял, что мне просто необходимо узнать правду. Могло ли быть так, что предметы обладают такой... Так, слушайте, давайте вот так вот сделаем. О, прям жить сразу легче стало, честно. Обладающий такой великой магией и находится так близко в пещерах под моей деревней. Я больше не мог сдерживать свое любопытство и прыгнул в колодец. Я бросил вызов опасностям Римхула и вот, наконец, мои усилия были вознаграждены. Скоро поднимется армия мертвых и ее будет возглавлять Тим... Тим Ваул мрачный. Ты безумец, ты должен уметь... Так, а может быть... Я тоже занимаюсь черной магией. Позволь мне присоединиться к тебе и мы вместе будем... Мне он скажет, ага, сейчас, конечно. Я буду один. Кинется на нас. Стопай, как знаешь, мне не интересует магия, которую ты здесь нашел. Я, пожалуй, пойду. Такая сила не должна принадлежать такому слабаку, как ты, Тамантьевый, Мэй. Умереть. Господи, слушайте, мне не нравится ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Поступай, как знаешь, и уйти. То есть, а почему нет варианта его образумить? Должен умереть, как и все зло. Мне кажется, он просто чокнулся, нет? Хотя, если он чокнулся, такая сила не должна принадлежать слабаку. Может, попробуем его обмануть? Я тоже занимаюсь черной магией, знаешь ли, позволь мне присоединиться к тебе, и мы вместе будем нести смерть этим червям Солсхейма. Идиот, такой силой нельзя поделиться. Я один буду носить по кровати, и я буду один повелевать мертвыми. Я убью тебя, и твой друг по полной 3D-мых, он коммерш. Как ощущение того, что смерть уже рядом? Не знаю, тебе вини. Печально. мантия, о господи. Постоянные эффекты. Увязвимость нормального оружия, увеличить максимум магии, удар солнца, а, ну, как вампиром, короче, увеличение колдовства. Ну, мы ее возьмем, конечно, чтобы больше никто ей не смог овладеть и вообще. вот так вот, внезапно. О, блин. Ау, да че вы набросились-то? Ау. 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 Так, нет, бегать от вас неудобно. Черт тебя подери. Ты че застрял? Иди сюда. Ты че ты тырит? Не слышит. Ханевший вообще. Вообще. Где там берсерк был? Ау. Ну, ладно. Я слышу чей-то топот, кстати говоря. Почему тебе не отображаются тапки, если у тебя они в инвентаре есть? О, кстати. Нет, я не хочу в воду лезть. Есть где-нибудь что-нибудь? Ой, здравствуйте. А, девчина. Я бы хотел, чтобы ты познакомился с Эрной. Мы любим друг друга любовью, которую моей жене никогда не понять. А, ну здравствуй, Эрна. Как бы... Ужасное место. Ты здесь живешь, женщина. Ну, хорошо. Любите друг друга. Я вам не буду мешать. Так, этот... Да, этот лёд проходябельный. Сейчас как-нибудь... Почти. Ну, ладно. Так, это кто такие? А, здрасте. Мы не имеем дел с такими, как ты. Уходи! А, чё я-то? Посмотри на меня. Я же прям вообще... Чем я провинилась-то? Уходи, чужие земецы. Ну, вы какие-то... Ну, что такое? А как же там? Здрасте. Не хочешь мёда? В Тирске, блин, меня приняли как своего, как брата. Почти. Ау, господи. Как ты вылез-то? А, вот это сейчас было неприятно. Что-то погода портится. Скоро метель чувствую будет. Кто там? Понятно, ещё один. Легия. Что за легию? Чё-то как-то тут много места. О, медведи. И мы-то же попали. Оп. Кто там пуляется-то? Я не поняла. Ляг, пожалуйста. Нет-нет. Тут ляг. Молодец. Кто там пульнул-то в меня? Я не поняла. Медведь, что ли? Быть не может. Там где-то маг, видимо, он там, да, сверкает что-то. Хотя маги не сверкают. Чё-то было. Ну ладно. Не выжди. Сейчас выясним. Кхе. А чё-то было, правда? Чё-то как-то ты... Э, а чё, он лечится? Ты посмотри. Регенерирует. Здесь гризли. Слушайте, ну, лютые вообще, конечно. Красивые, но лютые. Три гризли. Три гризли. Офигеть. Ага, я застряла. Берлога такая. Ммм, прелестно. Так. Не то. Возьмём. Зачем я это сделала? Съедим. Мы уже учёные. Что? Лист Халклоу? А я помню, в какой-то такой пещере... Ах. Вот в каком-то таком вот потайном закутке, который хрен с первого раза найдёшь. Нычка была какая-то, бронька там лежала. Запись первая. Сегодня мы нашли превосходное место, которое станет нашим новым домом. Это ледяная пещера, называемая Легия, похоже... Это ледяная пещера, называемая Легия. Похоже, она служила лобовым местным медведям или волкам. От них будет несложно избавиться. Угу. Запись два. Мы сделали это! Медведи и волки были изгнаны из этой пещеры, и мы готовы начать обустраивать наш новый дом. Пусть дети наших детей наслаждаются комфортом, предоставляемым Леги. Запись три. Один из этих чёртовых зверей... Один из этих чёртовых зверей пробрался сегодня в пещеру. Мы прогнали его, но ему удалось резнуть с нашим обедом. Хорошо, что у меня есть зачарованное кольцо моего дедушки, которое держит их на расстоянии. Какое кольцо у дедушки? Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Кстати. Какое кольцо у дедушки. Ладно, у нас там ещё было ответвление, я думаю. Мы что-нибудь да найдём там. Как тут можно жить? Зачем? Почему не в деревне? Почему, не знаю, не порубить лес, не построить дом? Здесь же нет графьёв, которые будут возмущаться. А вот и дедушка, да? Ой ты, господи. Пума, это ты или что? Или это волк такой чёрный? Я не вижу отсюда. Где там волк? Господа, так похож на пуму. Издалека такая чёрная. Бал, чарики. Эм, здрасте. Так. Подождите. Ты кто? Шлем? Ну-ка, как он у меня? Ой, страшный какой. Где свет? Не вижу. О, да, замечательно. Ну, сойдёт, конечно, до сельской местности, но он мега-мэдвит мне нравится больше. Интересненько. Ой, да. Так, подождите. Всё, что ли? А где кольцо? Что там за кольцо-то такое? Ну-ка. Я требую ответов. На свои вопросы. Ну, что-то как-то нет, да? Ну, ладно. Сколько там времени? Шесть вечера. Давайте отдохнём. Не поняла. Да какого кто у меня будет? Что происходит? Или мне показалось? Нет, сейчас показалось. Ну, до этого точно что-то нехорошее было. Вполне возможно, я там что-то за спиной у себя оставила. Ну, ладно. Вряд ли это было что-то стоящее. Кстати, там, где я взяла керасу, там было кольцо. Нет, потому что я что-то так сразу увидела керасу. Всё, взяла и побежала. Блин, подожди. Что-то там ещё было. Что там было? Внимательность 80-го левела. Да ищи. Да ищи. Да ищи, а где я? О, боже. Ладно. Я поняла. Это нормально. Это всё. Это всё. Всё хорошо. Это нормально, ребят. Ничего. Не обращай внимания. Что-то сегодня какая-то вообще. У, вау, вау. Вот те и вышли на хорошую погодку. Кто там ходит? Ух, ветер в Харио называется. А? А, не пройти не так, кстати. А я помню эти места. О, белые волки. Замечательно. Блин, таких метелей даже в Скайриме не было. Ау. Так, я устала. Всё очень плохо. 220, а у меня сколько? 226, но я её возьму себе для коллекции и положу в моём доме. Так. Где? Где штука на восстановлении запаса сил? Простите. Она же была, вроде бы, да? Нет? А, вот. Да, блин, чё они по-то... Ладно. Так. Отходите по одному, они рядом. Да, режущий самый лютый. Так, подожди. Монетка. Монетка. Без неё это никуда, конечно. Так, господи. Где вот тут вообще заканчивается? Красивый белый бог. Я помню, что, по-моему, был какой-то кузнец или будет. Когда мы сможем говорить с этими товарищами из деревни. Там, по-моему, кто-то сможет из этих мехов воять броню. Или я совсем посвистываю. Ну, где-то такое было же. Я помню, прям, как я бегала, аж собирала этот мех весь. Может быть, я, конечно... Хрут. Может быть, я, конечно, люто плохо помню. О, да. Снежный волк, здравствуйте. Я помню эту пестерку. Я её очень хорошо помню. Курган Хротмунда. Некоторые называют меня убийцей Хротмунда. С полуношными зубами и лунной грибой. Я волк, чью душу можно приручить, произнеся моё имя. Но говори правду. Так как те, кто лгут под моим пристальным взглядом, не получат ничего. Ответишь неправильно, и моя ледяная дверь закроется навечно. Как моё имя. А я не помню. Я не помню вообще ничего. Короче, я не помню. А, не сказать ничего и уйти. Ты не ответил и ушёл. Это очень мудро, когда не знаешь, что сказать. Ты можешь попытаться назвать меня ещё раз. Это хорошо. Я надеюсь, волку этого убивать не надо было, потому что я не помню, на самом деле. Но он на нас напал, наверное, всё-таки. Я не помню, где найти ответ, если честно. Я помню, туда... Слушайте, подождите. Так, уйдите. Меня отвлекаетесь от минулитиного процесса. Я вот что-то сейчас так задумалась и поняла, что я не помню, заходила я туда или нет. Из-за того, что у меня было... Ну, была багом-то эта пиратская версия, какая-то непонятная вообще, где половина квестов не работали, по-моему, я так и не получила ответ на этот вопрос. Я, соответственно, туда и не ходила. Либо я туда всё-таки попала, но это был один-единственный раз настолько... Настолько редкий этот был. Раз, что я не помню этого. Я не помню вообще ничего. А я помню эту пещеру, да. И вон там мега-замок, который я искала, но не нашла. Ну, скорее, менее. Сейчас, интересно, здесь эта хрень работает, нет? О, видите? Ходильный-то замка не позволяет тебе входить в него. Видите, не работает, а приходится он так и делать. Хотя, наверное, эти двери просто потом отворятся, как-то и там будет другая дверь. Либо просто чёрная фигня. Я там, кстати, никогда не была, и вот этот квест главный, Бладмундский, я не выполняла. Так что, фактически, Бладмунд у нас будет таким полуслепым прохождением. То есть, я помню всякие пещерки кое-какие, ну, какие-то такие, знаете, бродильные моменты. Очень плохо при этом. А вот когда дело доходит до квестов Бладмундских, это, конечно, уже всё сложнее. Чёрт, бегающий. Надо искать ответ про этого волка, потому что... Потому что да. Я, кстати, помню, где-то на вершине этих... Этого ледяного плата, назовемо, вот так. Если я не ошибаюсь, если я ни с чем не путаю, по-моему, на вершине вот этого всего будет лежать какой-то мега-топор или ещё что-то. А что я, кстати, не взлетю? А что это так получилось? Что это такое вообще? Левитейшн? Я не помню. Блин, ну и дубак. А, стрела. А, слушайте, я, наверное, всё-таки путаю. Это было не тут. Это было на замке. Ох, сейчас долго мы лететь, конечно, будем. Ладно, сейчас. Жалко, нельзя бегать во время левитации. Вопрос, конечно. Тут ещё. Ай, это ты плохо, кстати. Если левитажка пропадёт до того, как мы до тут дойдём, это будет очень печально. Не пропаду? Ну, конечно. Так, господи. Ой, как я не люблю такие моменты. Когда не ясно, что из этого левитация. По-моему, вот это вот. Нет, не оно. Тихо. Я, кстати, помню, когда до меня дошло забраться... Ну, дверь, естественно, в замок не открывалась, квест нигде не брался. И когда до меня дошло, что как бы нужно взлететь, посмотреть, что там, я когда увидела, я думала, о, господи, я нашла. Я нашла вход. И как же я обломалась. Ну, что это пусто. Вообще. Хотя вот здесь я помню нычка. Деидрический правый наплечник. Деидрический. Но мне он нафиг не нужен. Поэтому я просто уйду отсюда. Зачем пришла, непонятно. Хотя, знаете, вот топор. Все-таки я про топор помню. Еще что-то, значит, все-таки это где-то на этом плату было, наверное. Эй! Сейчас мы прям на шипе вздохну я. Так, ладно. Куда пойти? Кому под... Отдаться. Еще один вход? Может, тут меня пустяшка нет? Жалко. Почему еще один вход? Всего же один. Потому что несу вообще. Один. Ну да, один. Так, ладно. Давайте вот туда. Уай, 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 уйди. Больно. Я там на льду постоянно ноги подворачиваю. Холодно и недружелюбно вообще тут. Эх, кто же знал-то. Начинаю вспоминать пески и думать о том, что все было не так плохо. По крайней мере, было не холодно. А сейчас культяпки отмерзают. Удачники. Ау. Да ладно, небольшая же высота. Почему так больно? Уп. Так, а это что такое, кстати? Поглощение заклинания плюс 25. А, да, сопротивление нормальному оружию еще. Это хорошо. Ну все-таки то, что это амулет-некроманты, это плохо. И то, что я не могу здесь пройти, не сунувшись в воду, это тоже не очень. Не, не, не очень. Холодно, 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 холодно. О, быстро, быстро, быстро. О, хо, хо, хо. Ай, вода, вода, вода. Надо срочно, срочно переодеться. В сухое, в сухое. Срочно в сухое. Где, где сухое? Штаны сухие. Сейчас вот так снять мантию на все мокрое. А, перчатки, 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 перчатки сухие, перчатки. Ох, счастье какая-то. Наплечник, 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 наплечник снять срочно. Фух. Кошмар. Нет, пойдем южнее. Ну их нафиг. С их гололедом? Гололедом. У нас выходит где-то снег. Мда. А еще, кстати, помню главную тему. Сол сеймами. Они кидают на дно всяких речек оружие. Кстати, вот та речка, которая протекает. Ну, короче, вот эта вот. Где-то там в ней, насколько я помню. На дне. На ее. Баляется какое-то оружие. Ау. И, кстати, что-то такое вроде есть. Эх. На дне озера. Озеро. Да я ничего не помню. Да падает такой сцепь. Я устала. Я вон не попадаю. Да уйди вообще. Че-то как-то тут совсем грустно. Все меня бьют. Никогда со мной разговаривать не хочет. Я вижу пещеру. Ладно, хоть лед не сломался под моим весом. Ой, ой, ой. Мы что-то сможем... Уютненько. И тихо. Никакого ветра. Может здесь где-нибудь перевдеть получится? Белый бы неплох. Поспать, отдохнуть, поесть. У меня как раз здесь мяуск. Нордский мед. Будет моя пещера. Зарезервирую. Кто-нибудь? Никого? Даже странно. Ну свет-то кто-то зажег. Ой, напоминает пещеры, кстати, в этом самом... В логове темного братства, да? Так, кто-то... Кто-то здесь сдох, судя по запаху. О, 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 здрасте. О, медвежье правая перчатка. Спасибо, мне это пригодится. Та-дири-ля-дам. Мм. Ой. Вонища. Это какая, господи? Ах. Не пойму, что здесь так воняет. Но воняет. О, да. Это стоило прятать, безусловно. Так, ладно. Я помню, кстати, вот эту вот бронь северную. Ее реально надо по кускам здесь собирать. Кстати. Вот если бы эти северные все клинки, которые очень классно выглядят, еще и били бы нормально, я бы их носила с собой. Вот так. Так, ладно, все. Здесь больше ничего нет. Это все, что-то можешь мне предложить место? Там, правда, еще ответвление было. Ой, 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 тихо. Иди, не туда. Господи. Что-то я заблудилась. Ну, я это брать не буду. Так, вот, по-моему, на моей памяти здесь что-то вот за этими, нет? Ну, или очень похоже... Нет, мне это место. Какое-то очень похожее место будет. Там вот реально нужно за эти самые, за камешки забраться. Чтоб что-то найти. Насок схеме в этой версии, скажем так, реально очень-очень-очень много мест, где вот нужно вот так вот прям очень внимательно смотреть. С этим у нас будут проблемы, как вы понимаете. Мы здесь сможем как-то? Да, мы сможем здесь поспать. Давайте где-нибудь подальше от трупов. Где-нибудь вот здесь вот. Сейчас найдем местечко подходящее. Может, распогодится. Вон тут, сюда. Я же понимаю, что это... мертвецкая плита. Ну, господи. Это что, я опять проснулась? Хрен знает, насколько они... Ну, да. Через пять часов, а не через пятнадцать. Почему так всегда происходит, а? Ах, по-моему... По-моему, еще хуже стало. Где мы, куда мы? Там что-то черненькое белеется. По-моему, наша экспедиция... оказалась не очень удачной. Бочком-бочком наверх. Чуть за пик. Монолит. Камень... Ах, воды. Что бы это еще значило? Кто знает, кто знает. Какой-то тирееклинг. Они везде, они повсюду просто. Никуда от них не денешься. Ау. Ну, вот. Ау. Ау. Скортина вообще. Да иди тут. Ау. Вот это очень плохо. Сволочь. Ау. Ау. По-моему, пора валить. Да что ты делаешь-то? Ау. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Фиговое у меня, кстати, сердечное лечение. Пора его заменить на что-нибудь. Оу-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ребята. Ауч. Ау-ау-ау. У-у-у. Господи, как у вас много. А вода. Ау-ау. Вода опять. Не нравится ощущать, что смех жиря. Не очень. Ау-ау. Ну ладно. Хотите по-плохому? Будет вам по-плохому. Благо все это подсохло уже. Ну, сделаем вид. Че бы сделать-то нехороший? Наскум жахнуть. Она скорость и силы прибавляет. Я под наркотой опасно. Ходи по-дамому. А кто еще хочет комиссарского тела? Звучит. Что у тебя есть интересного? Беги. У-у. Памы-то была в алхайде, но они теплее. И слушаю явно. В нынешней ситуации не выбирают. Че тут там? Так, подожди. Я по кругу пошла. Так, ладно. Бежим, никак не добежим. Куда бежим, непонятно. Чтоб знали. Че где-то он такой черный. Кто где-то там стоит. Так, сударь. Эй! Важаемый! Че там? Здрасте. А, Тормур. Посмотри на море, друг. Нет ничего столь прекрасного или непрощающего. В чем твоя проблема? Приветствую, чужеземец. Здесь не часто бывают туристы. Постоянный холод и хоркеры отпугивают такую публику. Что касается меня, то я пришел сюда поглядеть на море. Понимаешь, я когда-то был капитаном корабля, но это было до этой ночи в море. Какой ночи? Несколько месяцев назад я перевозил поселенцев Скайрима на Солстхем. Слушай, чувак, привези меня. А, ну да, у тебя же корабль нет. Какая жалость. Ну ладно. Я был уставшим. Очень уставшим. Я заснул за штурвалом. Как он умудрился заснуть за штурвалом? Это же не машина, чтобы за рулем заснуть. Корабль попал в шторм, и когда я проснулся, было уже поздно. Я не смог восстановить контроль над судном. Оно перевернулось. Спастись удалось только двоим. Мне и старику. Вся семья которого погибла при этом кораблекрушении. Я рассказал старику о моей ужасной ошибке, и он использовал свою силу пророка-чародея, чтобы наказать меня. Понимаешь, Кузя, я был проклят вечным бодрствованием. Ух ты ж, нифига ж себе. Да, не очень как-то. В качестве наказания за мою неврежность пророк наложил на меня ужасное проклятие. Я изможден, но я не могу спать. Что я только не пробовал. Зелье, магия. Ничто не помогает. Я не спал уже шесть месяцев. Вообще-то, если человек не спит, по-моему, какое-то количество времени, он может сдохнуть слегка. Кузя, если тебе посчастливится натолкнуться на этого пророка, может быть, ты смог бы убедить его и снять это проклятие? Я зовут Гейлер Бормочущий. Он живет в своем жилище где-то здесь, на Солстхиме. Сделай это для меня, и я поделюсь с тобой самым ценным секретом, что я узнал во время... В то время, когда был капитаном корабля. Никогда не спи когда-то на дежурстве? Что-то вроде этого. Так, озеро Фьялдинг. Находится так, понятно. Тарстом. Может быть, это вы же сказали. Может быть. Волки. Они могут встретиться с тебе и там, и сям. А, сокровище пиратов. Небось он мне и расскажет, да, где они спрятаны. Спириганы третьих. Так, это было. Так, подожди. Как ты говоришь? Клыкастые щетиноспины. Это одна из разновидностей кабана, обитающих только на Солстхиме. Их здесь довольно много, и на них иногда охотятся из-за их мяса. Клыкастые щетиноспины могут быть очень злыми. Вот почему рекнинги используют их в качестве верховых животных. Ну ладно. Так. Единственный выживший после кораблекрушения, кроме капитана, маг и волшебник Гейлер Бармучи проклял Тормура вечным бодрствованием. Тормур не спал ни минуты с тех пор, как корабль поглотила пучина. А это было более шести месяцев назад. Если я смогу найти способ убедить Гейлера, снять свое проклятие Тормур, сможет наконец отдохнуть. Если я сделаю это для Тормура, он поделится со мной ценным секретом, который он узнал, когда был капитаном корабля. Так, надо метку поставить. Замечательно. А что ему мешает, не знаю, сидеть где-нибудь в деревне, а не тут стоять на холоде? Не знаю, как-то это не очень. Где искать этого старика? Непонятно. В общем, ладно, давайте здесь остановимся, потому что, как бы, пора, я думаю. В следующей серии попробуем найти еще что-нибудь интересное. Ух ты, нифига себе, сколько народу. Как хорошо, что они нас не увидели. В общем, вот такие вот дела. Нашли мы хоть что-то, наконец-таки. Потому что все эти пещеры, это замечательно, конечно. Замечательные текстуры, кстати. Но, конечно, хотелось бы уже что-то конкретного. Вот. В общем, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Не забывайте звать друзей. И вообще, оставляйте комментарии, если у вас есть какие-то комментарии. Только, пожалуйста, без спойлеров, опять же. Будут. И, в общем-то, не забывайте также про группу ВКонтакте, новости, всякие упорты, видео и так далее. И тому подобное ждет вас там. И, в общем-то, увидимся в следующей серии. С вами была Севен Кузя, Солсием, Тормор, несчастный бедняга. И медведи. В общем, всем удачи. Пока-пока.